нам понадобится корзинка диаметром примерно 20 сантиметров я буду формовать круглый хлеб если вы хотите сформовать овальный хлеб то вы можете это сделать традиционно бородинский хлеб выпекался в виде ржаного батона а затем в форме но я хочу вам предложить сегодня круглую формовку и вы выберите то что больше подходит вам смазываем скребочек маслом и проходимся по всей окружности так будет нам проще вынимать тесто из посуды подпыляем рабочую поверхность ржаной мукой переворачиваем все как обычно и ждем что тесто под воздействием своей тяжести выпадет на стол вот эти остатки нам пригодятся для смазки пока не убираем и так переходим к формовке обрабатываем руки мукой можем помочь себе скребочком и делаем вот такое движение в центр от края центр по кругу заворачиваем всю буханку если прилипает сразу помогаем себе мукой нам сейчас очень важно сделать вот эту внешнюю поверхность хлеба без трещин морщин гладенькой потому что все все трещинки которые у нас здесь образуются они будут на готовом хлебе стараемся сделать идеальную поверхность без трещинок и когда у нас идеальная круглая заготовочка готова мы отправляем ее в корзинку корзинку тоже обрабатываем мукой с чехольчиком или без если у нас тесто хорошо выбродила мы подобрали правильную гидротацию ничего не должно прилипнуть и аккуратненько перекладываем в корзинку и уже в корзинке мы опять обрабатываем руки мукой и аккуратно выравниваем и все трещинки которые у нас были оказываются сверху это будет низ хлеба дно выравниваем буханочку и отправляем на расстойку время расстойки в температуре 30-32 градуса занимает примерно 1 час поэтому уже сейчас мы включаем духовку если вы выпекаете хлеб форме у нас более влажное тесто хлеб может подойти и еще быстрее и так мы включаем духовку мы выставляем 250 градусов выпекать мы будем хлеб на режиме верх-низ статический режим без конвекции но разогревать вы можете на любом режиме свою духовку выпекаем и на камне и камень и раз нужно расположить в середине духовки на самом среднем уровне если вы выпекаете без камня то на этом уровне у вас будет противень здесь у нас 20 грамм спелого теста и 15 грамм теплой воды размешаем и отправим в тоже теплое место где у нас стоит тесто заготовка мы будем использовать эту смесь для создания влажной корочки хлеба которая предотвратит подрывы и